Раскол в горсовете спикера и вице-спикера собираются отправить в отставку. Депутаты подписались под каждой инициативой, и это даёт серьёзное основание обсуждать вопрос на сессии. Политологи опасаются, городской парламент может попросту обезглавить сам себя, не обнаружив в своих рядах подходящих кандидатов на места председателя и его зама. С подробностями Виктория Лопатайте. 20 сентября будет ровно два года. Было бы. Отметить очередную годовщину в кресле председателя горсовета Валерий Ревкуц, похоже, не сможет. Коллеги собираются лишить его и этого кресла, и этой должности. Соответствующую бумагу уже подписала группа депутатов. О причинах такого разлада сам без пяти минут бывший спикер может только догадываться. Может быть, хотели бы видеть более послушного человека на этом месте. Может быть, ведущего какой-то иной образ жизни. Хоть я за собой каких-то замечаний тоже не могу даже и придумать. Ну вот, правда. Я не знаю, по какой причине. Может быть, кому-то не нравится моя седина, положим. Не нравится моя независимость. Не нравится мой опыт работы. Может быть, не нравится, что я не смотрю кому-то в рот, положим. Политические разногласия, личный конфликт или подковерные игры. Сейчас каждый пытается найти в этом перечне причину по душе. Тем более, что вслед за отставкой Ревкуца стало известно и об отставке его зама, Александра Глескова. Аналогичную бумагу тоже подписали депутаты. Давайте вот честно вам отвечу. Многие из тех, к кому обращались за подписанием, из тех, кто подписал, кто не подписал, мне лично сказали, что им предлагали это сделать, мотивируя тем, что таким образом Ревкуц сможет сохранить свое место. Для меня одно с другим не связано. Связаны ли эти события или нет, но в той бумаге, которую сегодня обнародовал сам Глесков, под предложением отстранить его, значится и подпись Валерия Ревкуца. Председатель совета объясняет это так. Я подписал этот документ после того, когда узнал, что организатором того документа, которым отзывают меня, занимался он. Это не баш на баш, это не месть. Я просто считаю, что это такое было бестактное действие, которое спровоцировало меня на какой-то адекватный ответ. Никаких выяснений отношений между обоими кандидатами на отставку нет, уверяют они. Да и депутатский корпус сегодня на удивление хранит эмоциональное спокойствие и молчание. Никаких икон проклятий на путстве. Все на паузе. Кто-то объясняет это занятостью, кто-то признается, что не хочет обсуждать вопрос до сессии. При этом политолог Александр Чернявский называет происходящее кризисом. И причину его видят глубже. Горсовет изначально был разношерстным. Редкая сессия не обходилась без скандала. К сегодняшнему развитию событий все шло. Я чего лично опасаюсь, что этот кризис может стать хроническим. Ну, опять же, представим себе ситуацию, что условно говоря, уехал с грязком, ушли. А найдется ли такой человек, за которого проголосует большинство горсоветов. Не будет ли в этом случае горсоветов, что я безглавлен. Трудно мне сказать. Сейчас разные фамилии называются. Я с людьми разговаривал, которые близки к коридорам власти. Звучат фамилии, в частности, Ростовцева, Чащина. Вопросов сейчас больше, чем ответов. Принять решение по отставке своих двух коллег депутаты намерены 30 июня на внеочередной сессии. Но политологи не исключают, что и к тому моменту депутаты не смогут прийти к единому мнению о замене спикера и его зама.